Артёма Татьяна Викторовна На этом же месте состоялся митинг против завода «Эколог». Жители города случайно узнали о предстоящем строительстве этого завода, санитарно-ветеринарного, по сжиганию отходов. И, соответственно, инициативная группа довела до сведений всех жителей. Всё это было не так просто сделать о строительстве такого опасного завода. Завода высшей степени опасности по Сан-Пену 2003 года. 30 июня, соответственно, жители были хорошо информированы, и вся площадь была полна. Люди возмущались и желали принять участие в обсуждении строительства этого завода. На этом же месте 30 июня выступал бывший глава Воскресенского района Слепцов, который довёл до сведений жителей, что постановление о согласовании размещения этого завода в районе Харловский проезд и склад номер 2 Фосфа Гипса отменено. Отмена этого постановления, я думаю, вызвана только тем было, что был такой большой резонанс. Но прошло 5 лет, 5 с небольшим, 5 лет и 2 месяца, да? Был тот глава, сейчас новый глава. И что мы видим? Что всё возвращается на круги свои. Опять речь идёт о строительстве аналогичного завода «Эколог», но уже в другом месте, в районе Лопатинского рудника. Наверняка многие жители, не все пользуются интернетом, просто не знают, что идёт речь о размещении в районе Лопатинского этого опасного завода. Что изменилось? Был тот глава, сейчас другой глава. Обращаю внимание, что главы, депутаты – это представители власти, которые обладают определёнными полномочиями, но этими полномочиями их наделяет народ, мы. Значит, соответственно, все решения, постановления, чего бы это ни касалось, экология, ЖКХ и других сфер жизни, должны быть в интересах народа. На митинге 2009 года было много лозунгов, да? «Мы за здоровье» и «за будущее безопасное наших детей» – «СОС». на сегодняшний день эти лозунги также приемлемы, так как просто народ не осведомлён, что опять мы, все жители города и района, находимся в опасности. И если мы не будем принимать какие-то меры, высказывать своё мнение за безопасность, мы превратимся скоро просто в резервацию, в людей, над которыми делают эксперименты, испытания. А я так думаю и выражаю своё мнение, и мнение, я думаю, многих жителей, если не всех, что мы за безопасную жизнь, за здоровье наших детей, вырастет следующее поколение и скажет, что вы делали, почему вы молчали. Я считаю, надо принимать все меры и не допустить такого опасного завода на территории Воскресенского района или городского поселения Воскресенск. Ещё неизвестно, где оно будет расположено. Пока, на сегодняшний момент, это Лопатинский рудник. Теперь хочу сказать, вот переплетаются темы экологии и ЖКХ. Очень страшная обстановка грядёт на Лопатинском руднике с водой. Я думаю, не только на Лопатинском. Я житель фетровой фабрики. Вода никуда не годится. Она не питьевая. Питьевую воду берём или из колодцев, или из ближайших родников. То же самое сейчас будет. На посёлке Лопатинском. Лопатинский микрорайон, как сейчас называется. Это опять безопасность, здоровье, соблюдение элементарных гигиенических норм, да, людьми. Невозможность напоить детей нормальной пищевой водой, здоровой, которая не содержит ненужных примесей. Также такая, это обстановка с водой. Я беседовала с многими жителями Лопатинского, так как там проживала ранее. Многие просто не знают о том, что такая обстановка обстоит вот с водой. А если вот будет продолжаться с водой такая ситуация, и строительство эколог, да это вообще невозможно. Это никуда вообще не годится. Хочу отметить, вот в интернете тоже просматриваю, мне понравились слова руководителя администрации нового, да, исполняющего обязанности руководителя администрации Геннадия Николаевича Пестова. Его слова были обращены к работникам ЖКХ, к Минервину. Именно исполняющий обязанности пояснил, что эта организация, возглавляемая Минервиным Александром Алексеевичем, обслуживает 99 домов. И исполняющий обязанности сказал, если вы не можете по каким-либо причинам обслуживать качественно, предоставлять услуги жителям города и района, то надо подумать. Или вы наводите порядок в своем королевстве, или надо, как говорят спортсмены, лыжню, уступи место другому, кто сможет наладить услуги ЖКХ, чтобы услуги предоставлялись жителям города и района качественные. Я так думаю, что они будут более лучше оплачиваться, а фактически сейчас долги по ЖКХ, из-за того, что они и не качественные услуги. Листочки только, а квартплате, да, предстоящие, приносятся регулярно. Но не более того. Жилой фонд желает быть лучшему. Дома разваливаются. Посмотрите дома по улице Железнодорожной. Это ужасно. Дома разрушаются. Рядом стратегический объект, да? Автобусная станция, железная дорога, мост. Не дай бог чего. Все открыто. Эти дома разрушаются, открыто. Пожалуйста, терроризм, ради бога. Наркомания, притон для наркоманов, пожалуйста. Ничего не огорожено толком. Об этом тоже. Это говорилось и ранее. Этого никто не видит и не желает ни восстанавливать, ни сносить. Но это очень опасно, я считаю. Это безопасные жители нашего города и района. Также ЖКХ, экология и жители Воскресенского района. Фактически город наш, город потребителей. Нет рабочих мест. Люди вынуждены, большинство, выезжать за пределы города, чтобы как-то обеспечить свою семью. Город заполнен торговыми точками всевозможными, торговыми центрами, аптеками. Но рабочих мест катастрофически не хватает. У меня дочь, студентка пятого курса, через год заканчивает институт. Я сомневаюсь, что в Воскресенске она найдет применение своим знаниям, силам. Я думаю, это волнует многих родителей. Будущее, трудоустройство не только свое, но и наших детей.